Масленичные гуляния отгремели и в муниципалитетах области. Например, в ЗАТО Александровск праздник отмечали не только традиционными блинами и песнями, но и соревнованиями по женскому футболу и гиревому спорту. Подробности у наших корреспондентов из Большого ЗАТО. Хедлайнерами масленицы в Полярном стали вопреки общепринятым стандартам не скоморохи, а девушки на футбольном поле. Вообще мы очень активные сказочные девчонки. О всех мероприятиях в ЗАТО мы знаем самые первые. И, конечно же, самские игры мы не оставили без внимания. О том, что играть придется в юбках, да еще и с мячом шитым из ткани, девушки тоже узнали первыми. Тренироваться отправились немедленно, ведь встретиться им предстояло с командой работников 10-го судоремонтного завода города воинской славы и сборной ЗАТО Александровск футболистками из Полярного и Гаджиева. У последних, к слову, на подготовку времени не было. Просто появились желающие, мы друг друга не знаем. У нас такая прямо сборная, знакомимся прямо сегодня, познакомимся все на поле. Видимо, это и стало залогом успеха сборной ЗАТО. Участницы, впервые встретившись, сумели стать чемпионами турнира. Кстати, такой спорт из народного вполне может перейти в профессиональное русло, уверены специалисты. Раньше, если у нас там было две команды, в этом году, смотри, уже три команды. Я думаю, что со временем появятся 4-5. Поэтому мы должны им. Болельщиков очень много, очень рады. После состязаний гуляния продолжили. В Масленицу нужно пройти через врата счастья. Была такая примета на Руси, которая гарантировала исполнение заветных желаний. Если же желать нечего, отметить праздник можно и другими способами. Сегодня у нас очень насыщенная программа. Это и лотерея, и женский футбол, и спортивная площадка, которую нам предоставила Кольская флотилия. Плюс была детская спортивная площадка для малышей, канаты, эстафеты. Также гиревой спорт. Безусловно, Кольская флотилия нам предоставила кашу горячую, чай. Весь народ рад и счастлив. А также замечательная фотозона, которая находится за моей спиной. Сегодня прекрасный день. Солнце хорошо. Все отдыхают. Осталось только сегодня нам бабу сжечь, и будет весна у нас. Традиционное сжигание дотла чучела Масленицы означает не только завершение Масленичной недели, но и старт Великого Поста для верующих.